Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Уже сегодня вечером, через несколько часов, стартует новый режим Воя, Пандари Ремикс. Что он из себя представляет? Представляет он из себя то, что мы просто-напросто создадим отдельного персонажа на наших привычных игровых мирах, по типу там Гордуни, Регущий Фьорд или любой другой, на котором вы играете. И по окончанию этого события, через там три месяца, этот персонаж станет обычным. По факту это всё сделано как в Диабло. Вы поиграли определённое время на персонажа в отдельном слою, в отдельном, так сказать, сезоне, в отдельной оболочке, а потом он становится самым обычным персонажем. При этом все награды его переносятся, и вы всем-всем-всем можете пользоваться и можете также им играть. Для Вовы это впервые, для, например, Диабло это уже было неоднократно. Надеюсь, там, механику поняли, если не поняли, то в комментариях отвечу, поясню дополнительно. Многие люди спрашивают вообще, есть ли смысл играть в эту Pandario Remix, а зачем вообще в неё играть, да может быть лучше на ритейле посидеть, ключики походить. Смысл? Есть поиграть. Не прям, конечно, взахлёб по 40 часов в день, но пару-тройку неделек с целью того, чтобы поделать всякие разные интересные штучки и получить их. Конечно, стоит в этот режим поиграть. А что именно мы получим с этого режима? Давайте взглянем. Основной валютой во всём этом событии будет бронза. Лутаться она будет отовсюду. Будем получать её с мобов, будем лутать её за различные ачивы, за квестики. Также шмотки можно будет разбирать в пользу того, чтобы лутать эту бронзу. Бронза нужна как для улучшения вещей до 556 уровня предмета, что довольно-таки сильно. Также за эту бронзу можно будет покупать различные предметы. К примеру, имеется куча маунтов. Есть маунты, которые нам знакомы по типу Галеон, по типу Дзекунь, Каркронский крушитель, по-моему, он так по-русски называется, который падает с гороша в мифике. Аниксовый змей, то есть те маунты в Пандарии, которые имеются на лайве, они также доступны к покупке. Их также можно купить за бронзу. Но при этом имеются кастомные различные маунты. По типу каких-нибудь Пандаринских змеев воздушных, по типу Целиней, по типу различных козлов. Имеются другие крушители. К примеру, Кобальтовый, к примеру, Осквернённый. Открою их в новой вкладке, сейчас посмотрим на них, как они вообще выглядят. Вот он, к примеру, Кобальтовый. Вот он, к примеру, Осквернённый. То есть первая цель игры в Пандарии Ремикс, это покупка маунтов, расширение своей коллекции. Также, если мы зайдём на сайт Simple Armory и прочекаем своего персонажа, то можно увидеть вообще всех маунтов, которые имеются в Пандарии Ремикс. К примеру, чтобы получить золотую версию Элегона, мы должны поделать определённые действия в вечноцветущем доле. Там фракции маленько подкачать, квестики поделать, рарников поубивать. За ачивку мы пролутываем этого маунта замечательного. Если мы хотим получить Феникса, то нам просто-напросто нужно апнуть 20 уровень. Для этого даже не нужно подписку оплачивать. В рамках бесплатной учётной записи, пробной, можно с Па Коина прокачаться до 20 уровня и вылутать замечательного Феникса. Также, помимо маунтов, имеются различные игрушки, различные предметы. Если они у вас не куплены, если вы хотите сделать достижения по типу «сумка могла быть побольше», то почему бы не зайти на Пандарию Ремикс и не закупиться нужными предметами? В целом это полезно. Расширить коллекцию игрушек – это приятно. Можно получить всякие интересные игрушечки по типу «Монобомба» 50 тысяч бронзы. Да, конечно, придётся пофармить, но почему бы не заняться этим? В рамках этого временного события нам дадут плащ. Плащ мы будем улучшать нитками и другими различными предметами. В тот момент, когда мы вольём 4200 ниток в ходе достижения, мы получим игрушку. Эта игрушка будет нам разблокировать облик, внешний вид, анимацию того самого легендарного плаща, которого мы делали в Пандарии, к примеру, Юй Лун, к примеру, Сюэнь, к примеру, Чи Цзы, и также Ню Цзао, конечно же, куда же без него. Это, наверное, самые лучшие игрушки, которые только можно было придумать. Они действуют 8 часов, и, судя по всему, КД у них нет. Поэтому, само собой, нужно делать это достижение, хотя бы ради этой игрушки, так как игрушка реально биговая, и анимация легендарного плаща, пожалуй, самые лучшие в игре. Также можно прикупить различные интересные сетики за всего лишь 3000 бронзы. Как по мне, это очень малое количество, и мы будем быстро это всё выфармливать. Есть сетики за 4000. Допустим, открою штучек 5 каких-нибудь. Для ДК, для Война, для Варлока, для Монаха и для Демон Хантера. Будут ли они отображены? Нет, они не отображены. Как мы можем тогда сделать, чтобы их посмотреть? Может быть, здесь, во вкладке Модельс? Да, что-то есть. То есть, такие, получается, сетики мы можем подлутать, можем прикупить их за эту бронзу. Также за 5000 бронзы можно купить себе различные сетики. К примеру, ЛФРные. И ниже они все показаны. Тир 14, тир 15, тир 16. Вот они слева направо. Это ЛФРные, получается, раскраски. Дальше. Также за 5000 бронзы. Сетики с Нормала. Вот они. Самые обычные, которые мы можем продробовать на лайве, но просто тут мы тратим всего лишь 5000 бронзы и сразу получаем весь сет. И ниже идет с героика. Тоже за 5000 бронзы. То есть, если вы там не играли, например, в Пандарию, вам лень фармить эти сетики, то, пожалуйста, можно просто-напросто взять и прикупить эти замечательнейшие сетики. Возможно, вы наслышаны о том, что в Пандарии, убивая гороша, вы лутали наследуемые предметы. Первый килл давал предмет по вашему луту, по вашему спеку, последующие киллы давали рандомную какую-либо фамильку. Эти фамильки мощные, потому что в них находятся по два сокета, и теперь их можно будет купить. Купить их можно будет за бронзу и кости монорота. Эти костяшки монорота будут падать с гороша. То есть, кд рейдов там будет однодневная, можно каждый день будет посещать рейды. И, скорее всего, чем выше сложность, тем больше падает этих костяшек. Потратив всего две костяшки и 8000 бронзы, мы получаем наследуемый предмет. К примеру, одноручный топорик с двумя сокетами. Круто, да, реально выглядит, просто замечательно. Эффективно, полезно и интересно. И тот, кто любит коллекционировать различные редкие предметы для трансмога, тоже может купить себе вкусняшку. А именно, клыки монорота. Трехсокетные плечи, красивые и интересные, для каких-нибудь орков, троллей. Но потребуется целых 20 костяшек. Подведем итоги. В Пандорию ремикс, конечно же, стоит поиграть. Почему бы и нет? Интересный режим, кастомный. Там много разных интересных изменений. Хоть мы и будем крутиться только в Пандарии, но при этом у нас будут драгонфлайтовские таланты, драгонфлайтовские механики. Мы получим кучу маунтов, кучу игрушек, кучу интересных новых сетиков. Как новых, так и старых. Бронза, уникальная валюта, которую мы будем фармить, которая будет тратиться абсолютно на все. Там есть куча различных достижений, за которые мы получаем кучу разных интересных предметов. Ачивки, конечно же, тоже стоит поделать с целью получения маунтов, сетов, игрушек и гига сильных предметов. Поэтому играем, наслаждаемся, кайфуем. Я думаю стартануть не конкретно в первые минуты этого события, а уже в пятницу, утром, днем, чтобы режим свой не ломать. И чтобы побольше посидеть, постримить на свежую голову. На этом, пожалуй, все. Дайте знать в комментариях, сколько вы времени будете уделять этому режиму и будете ли вообще в него играть. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!